Девушки отдыхают Сегодня будем готовить испанское блюдо Называется паэлья с морепродуктами Сразу скажу, блюдо дорогое Потому что дорогие морепродукты у нас А в начале видео, по традиции, минутка пиара Магазин Удачный Выбор Если тебе нужен казан, коптильня И какие-то аксессуары для приготовления вкусной еды Как дома, так и на даче Проходить по ссылке Ссылка будет внизу в описании В магазине много всего интересного Ну а от имха видео будет скидка 5% Ну а мы покажем, что нам потребуется Для сегодняшнего блюда Для паэльи нам потребуется, конечно же, рис Это основное Мы взяли длиннозерный пропаренный Можно использовать круглозерный Не вижу большой разницы В оригинале, как делается, тоже не знаю Зеленый горошек Морковь, болгарский сладкий перец Лук, немного чеснока И теперь самое главное Пройдемся по морепродуктам Это тигровые креветки Без голов мы уже взяли Филе горбуши Также лангустины Тоже без голов Просто с головами не нашли Можно с головами для красоты Блюда Мидии, кальмар И просто крупные креветки королевские А также оливковое масло Соль, перец И протертые помидоры Мы взяли уже готовые Если не найдете Просто на самом деле Очень классная вещь Если не найдете Можно обычные на терке потереть Шкурку снять, обдать кипятком И протереть на терке Вот такой вот набор ингредиентов Блин, должно получиться очень вкусно Такое количество рыбных морепродуктов Ни разу не ел ни в одном блюде Приступим Приступим с того, что нарежем Лучок Ну и в принципе все овощи Мы сегодня готовим целый казан Поэтому используем две большие луковицы Соответственно Ориентируйтесь сами по приготовлению Если в небольшой сковороде Дома это сделать Ну соответственно И набор ингредиентов будет там В разы меньше Лук режем кубиком Не особо крупным Не особо мелким Приблизительно вот так Итак, перерезаем весь лук Порезали лук Теперь порежем перец Тоже кубиком Небольшим Очищаю я его таким способом Все косточки остаются внутри Все, а это уже выбрасывается Теперь режем на полоски И так же кубиком Перец взяли специально Двух разных цветов Просто для красоты блюда На самом деле никакой разницы я не вижу Не во вкусе Там говорят слаще какой-то Для меня они оба одинаковые Так что это чисто для красоты блюда Сейчас точно так же все перережем на кубики Останется из овощей порезать морковь и чеснок Морковь у нас не крупная Поэтому просто небольшими колечками Вот такими Где толще на самом деле будут Можно пополам Чтобы она совсем крупной не была Один подписчик Не помню как его зовут Писал где-то в комментариях Приготовьте, приготовьте паэлью Если не приготовите, я отпишусь Типа если следующее видео не приготовите, я отпишусь Ну реально, ребята, не успеваем просто готовить Много чего просит приготовить Просто не хватает времени и все Постепенно, все равно мы же готовим У нас на канале уже сколько там Больше 100 рецептов Поэтому постепенно, постепенно Я думаю, до каждого доберемся Осталось порезать чеснок У нас крупные зубчики Сначала немножко надавливаем И просто меленько его режем Не совсем мелко Если нужно было совсем мелко Мы бы через чеснокодавку Ну примерно вот такими кусочками Чесночок обязательно нужен Придает свой аромат, остринку Все, все овощи у нас подготовлены Осталось нам порезать кальмара И горбушу, рыбу Потому что креветки, соответственно, мидии Ничего мы резать не будем Поэтому сейчас все это отодвинем в сторонку И порежем кальмара и рыбу У нас вот такое вот филе горбуши Почему выбрали горбушу? Да не знаю, нравится эта рыба В принципе, можно любую использовать Ее будем резать тоже некрупными кусочками Приблизительно вот такого вот размера Совсем мельчить не надо Потому что она ужарится и вообще превратится в шкварки какие-то Незаметно будет Ну такими вот Второй кусочек то же самое Еще раз повторюсь Рыбу по своему вкусу можно использовать Любую абсолютно Теперь порежем кальмара Заранее его почистили Вывернули, промыли Внутри там такая кость интересная Ни разу не готовил кальмара Как пластмассовая какая-то штука такая интересная Ну, кто купит, увидите Кальмара, в принципе, такими же вот Кусочками примерно, как и рыбу Интересные такие существа Кроме как такие вот кольца кальмара Которые продаются в пакетиках Я не ел вот сырого или приготовленного Все, и с кальмаром разобрались Порезали его Все ингредиенты у нас подготовлены Сейчас идем разжигаем казан Ну и будем, приступим к готовке Все, огонь у нас полыхает Ставим казан аккуратнее Горячо, дабы не обжечься Открываем полностью заслонку Потому что сейчас будем сначала Обжаривать все наши ингредиенты Наливаем оливковое масло Испанское блюдо Я думаю, не может быть с подсолнечным Поэтому оливоч Ну, грамм сто, наверное Сейчас ждем пару минут Буквально минутку, пока оно нагреется И начнем обжаривать Прошло буквально минута-две Масло у нас раскалилось И начинаем блюдо с обжарки лука Обжаривать будем до слегка прозрачности Не будем доводить его до золота До золотистого цвета Буквально, не знаю Секунд сорок, наверное, на таком огне Минуту-максимум Помешиваем постоянно, чтобы не пригорал Слегка обжарили лучок На это ушло меньше минуты Следующим ингредиентом у нас идет перец И так же помешиваем и обжариваем Как всегда скажу по поводу запаха жареного лука Вообще Очень нравится этот запах Запах уже практически готового блюда Я бы уже это съел По запаху, Сузя Ну еще пару минуток Как лук у нас с перцем обжаривается Теперь добавим морковь и чеснок И обжарим еще около 3-5 минут Жарим все на открытой заслонке На максимальном огне Поэтому не забываем постоянно помешивать Чтоб не пригорело Обжарили всю овощную смесь Еще пару минуток И теперь добавляем горошек Мы брали мороженый Вон он, даже некто еще Но весь не бурим Вот так вот будет достаточно Посолим, поперчим Сейчас нашу овощную смесь Соль Олег, сколько соли? Соль и одну тридцатую жмени Ребят, наказан И перец по вкусу В общей сложности Обжарили все овощи В течение 7-8 минуток Вот до такого состояния Теперь добавляем Протертые помидоры У нас уже готовые С упаковки И все это вместе Тушим и обжариваем Еще около 2-3 минут Заслонку можно немножко убавить Теперь уже сильное кипение Такое не нужно Прошло буквально пару минут Помидоры у нас Слегка выкипели Теперь добавляем Нарезанные кальмары Заранее подготовленные И рыбу Все перемешиваем И обжариваем Еще около 2-3 минут Теперь добавим креветки Крупные креветки И тигровые И еще буквально Пару минут Обжарим все это вместе Не знаю Нельзя назвать это Обжарим Скорее протушим Запах из казана Идет просто обалденный Запах морепродуктов Кальмара Чесночка Вот сейчас креветочки Все это обменивается Своими вкусами И в общем Я думаю Это нам даст Очень вкусное блюдо Получит целый казан Мы как обычно Помалу делать не умеем Вот такая красотища у нас Получается Еще можно немножко добавить Соли и перца Потому что креветки пресные Совершенно мы доложили До риса потом будет килограмм Получится почти целый казан Так что Побольше соли Лучше заранее Еще разочек Все перемешаем Все потушили Буквально 2-3 минутки Теперь сверху Добавляем рис Во всей плоскости блюда У нас килограмм риса Напоминаю Сейчас уже чем-то Это на плов похоже Хотя поэли это есть Грубо говоря Плов с морепродуктами И добавляем воду Воды наливаем так Чтобы примерно На палец На 2 покрывало Весь рис Сейчас разровняем Ну здесь смысл такой же Как при приготовлении плова Все ровняем Сейчас делаем максимальный жар Чтоб закипело хорошо Потом накроем крышкой И будем уже Рис доводить до готовности Около 40 минут Вода у нас уже слегка выкипела Рис тоже стал набухать Теперь кладем мидии Сверху Олег покажи Как они выглядят С другой стороны Такие красивые Зеленые морские Ракушки Ни разу их тоже не ел Сегодня попробую Сейчас слегка их притопим И закладываем Так же лангустины Не было с головой С головой конечно прикольней Смотрелось бы Ну какие есть Вот такая красотища Сейчас немножко их утопим Хотя под крышкой Они и так на пару Приготовятся Чудесным образом Все Теперь Мы уже убавили заслонку Накрываем крышкой И на слабом-слабом кипении Минут 35-40 Пока не выпарется вода Потом включимся уже на дегустации Прошло 30 минут Как у нас парится рис Пришло время посмотреть Сколько там воды осталось Чтоб не упустить Нет Вот на середине где-то Вода видно Сейчас попротыкаем Таких отверстий Как в плове Чтоб вода быстрее испарялась Но мешать не будем И будем следить Как выпарется вся вода Ну как раз еще минут 10 Я думаю 15 Это займет Вот кипение там происходит Все нормально Ничего не пригорело Рис кстати пока что рассыпается Это то что нужно Ну вот как-то так Все накрываем крышкой Еще минут 10 Максимум 15 Ждем и будет готово Это точно В общей сложности у нас Прошел час практически Все вода практически вся испарилась Вот так красиво выглядит Сейчас перемешаем все И будем дегустировать Ну что рис довольно таки Рассыпчатый получился Классно Ничего не пригорело Я думаю будет очень вкусно Во всяком случае И запах очень вкусный Все снимаем Сейчас немножко остынет Ставим на стол Будем дегустировать Потом каждый скажет Что у меня ничего Там горошек Не знаю Все никто ничего не попробовал Кто-то много говорит Я много Ну что мы обладываем всем Привет всем Бит тут все подряд Я не знаю куда вы Вверх-вниз Мама поест Почему должны подписаться на твой канал На моем канале На моем канале я готовлю по рецепту с упаковок Вы такого еще не видели Очень вкусно Ссылка в описании Кому там мидия не попадет Ну это сам Просто тут неудобно накладывать Вообще Может кто ее не будет Есть что выловим там кому надо Я буду есть только мидия А я только креветки Я тоже только креветки Не, мне мидия, я рис Положите Ну креветки рис Вик, как тебе? Мне понравилось Олег, а тут соленку А что именно тебе понравилось? Соленку мало Ну пока попробовала только рис и икру Олег, как тебе наше сегодняшнее блюдо? Сейчас еще мидию Мне не попало Вот она Короче, попробовал все кроме мидии Сейчас мидию попробую Очень вкусно получилось Ну прям Такой набор морепродуктов Короче, получилось морепродукты С рисом, а не рис с морепродуктами Просели, кстати, многие блюда из морепродуктов Вот тут целый набор Не знаю, сейчас попробую мидию Ни разу не ел Нормально Напоминает Креветку, рыбу, что-то такое среднее Короче, вкусно очень Пробуйте, делайте Катюх, как тебе? Мне очень нравится Как человек, пробовавший паэлью в Испании Я могу сказать, что это практически тоже Очень вкусно Очень много морепродуктов Однозначно лайк Спасибо Серега Да, суперотличное блюдо такое Плов Ну как плов, да? Ну как плов, да Ну, мне нравится Я люблю морепродукты И креветки, и мидии, и кальмары И все связано Отлично Такой Вот эти Немножки кислинку дает Наверное, вот этот помидор То, что добавляет Ну, класс! Да Блюдо Обалденное Морепродукты Это вещь Это, в первую очередь, полезно Вот Ну, рис Сам по себе Отличное блюдо Единственное, что Не хватает приправ, на мой взгляд Слишком красноватых Ребята, в принципе, все Заканчиваем Ну, мне тоже очень понравилось Больше говорить нечего Жалко, что у нас сегодня не было Антона Он очень любит морепродукты Всегда Уехал отдыхать Ну, в принципе, как-нибудь еще приготовим А кому понравилось видео, как всегда Ставьте лайки Кому не понравилось, тоже пальцы вверх Все ссылки будут в описании На канал Мел Миловича На магазин Удачный Выбор На наш Facebook На наш Instagram Все, короче, все ссылки В ВКонтакте, да Подписывайтесь Пишите комментарии Обязательно поделитесь этим видео Ну, в принципе, все Всем пока Пока Мы еще поедем Всем пока Палец вверх Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok